Ива Оупен или почти как в Австралии. Пермские власти через суд вынудили собственников крытого теннисного корта в Матавельхинском районе сделать его открытым. Основная претензия чиновников – земля передавалась арендаторам под строительство открытой спортивной площадки, а не под объект капстроя. Собственники утверждают, что таковым каркасно-тентовое сооружение не является. Ситуацию вмешалась ей прокуратура. Есть ли шансы сохранить спортивный объект, расскажет Евгений Гуляев. Микрорайон Ива. В Зору открывается скелет некогда крытого теннисного корта. С недавнего времени он перестал работать, кровля демонтирована. Около трех сотен спортсменов, большая часть – дети, теперь не знают, где заниматься. Подобных площадок в городе немного. Как теперь дети будут заниматься? Почему здесь посуду вода? Я хочу, чтобы его снова открыли, потому что мне негде заниматься. До других кортов далеко ехать. Честно, шок. У меня шок, а у ребенка непонятие. Мам, а где мы будем заниматься? В 2016 году этот участок земли был отдан в аренду инвесторам, в том числе Максиму Филимонову, который, вложив собственные деньги, обустроил здесь каркасно-тентовый ангар с тем, чтобы можно было заниматься круглый год. Однако департамент земельных отношений потребовал снести конструкцию, поскольку посчитал ее незаконной. Проблемы начались с момента, когда была регистрация права собственности за директором вот этой спортивной площадки. И это, скажем так, явилось причиной для обращения в суд. Потому что договора аренды, они не подразумевают наличие капитальных строений на этом земельном участке. А некапитальные сооружения можно возводить. Объект попал в реестр недвижимого имущества. Была проведена независимая экспертиза. Заключение, корт не является объектом капстроя. Но суд постановил, что объект может существовать только как открытая спортивная площадка. Крышу пришлось демонтировать. Однако и это еще не все. Всю ситуацию с этим кортом можно сравнить с этой же самой игрой в теннис. В финале противостояния встретились руководство этого корта, департамент земельных отношений и прокуратура. Но если с департаментом игра уже была проиграна в сухую, то впереди решающий матч с прокуратурой. В надзорный орган обратились несколько жильцов, соседствующего с кортом коттеджного поселка. Суть обращения – объект находится слишком близко к домам. И действительно, между жилыми домами и кортом менее 10 метров началось новое судебное рассмотрение. Судом вынесено определение на значение строительно-технической экспертизы, поскольку представитель собственника заявили, что сам по себе объект, теннисный корт, не существует. Из-за этого, получается, вопрос стал, что является ли объектом строением, сооружением, которому могут предъявляться требования пожарной безопасности. Собственники уверены в своей правоте, корт не является объектом к обстрое и требования пожарной безопасности. Эти ими не нарушены, поскольку в их случае должен рассматриваться другой федеральный закон, по которому расстояние между объектами должно быть не менее 4 метров. Впереди дальнейшее рассмотрение. Между тем, городские власти решили пойти навстречу спортсменам. Глава города Дмитрий Самойлов встретится с владельцем корта, чтобы совместно найти новую площадку для клуба, на которой, возможно, будет разместить крытый корт. Предварительное обсуждение потребностей клуба пройдут в спорткомитете. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.